всем здарова это айс и мы продолжаем играть шума парагалик под названием монолит релик the pass или как то так в общем монолит шума парагалик для скилловых нубасянов а я-то не скилловый нубасян в чем проблема скилловые нубасяны эту игру легко проходят а вот не скилловая ее не проходит в принципе прям как я видите уже на первом уровне уже в первой комнате потеряно половину хп практически поэтому лучше молчать чем говорить особенно если великий нубасян топовый нубасян из всех нубасянов по нубасянски нубасян ски берем не патроны а вот пожалуйста да первый уровень я уже а уже сколько проблем а всего лишь первый уровень а я уже теряю потерял кучу всего на самом деле это игра реально не для нубасянов но нам не очень нравится до сих пор может как-нибудь ночью мою тупо постримим без без особых комментов не повезло что сэндвич чем же бутерброд он же гамбургер или что-то такое лежит на первом уровне в магазине очень дешевая вот и из-за того что мы взяли еще и апгрейд мы сможем его купить но естественно будем покупать после босса надежде не потерять на нем больше одного хп это сложно но но возможно терять а практически оказалось вообще не потеряли хп и без пустышек его и без потери жизни скинли ну ладно нифига это не скилл это просто наше оружие очень очень мощное для первого уровня в итоге оказалось с апгрейдом который мы еще взяли в одной из комнат секретных ну что фу хп есть оружие есть пустышки есть мы готовы к второму уровню труда боезапас боекомплект нашего оружия как всегда почти как всегда не такой уж великий и большой но это что-то не на юж такие комнаты с молниями ну такие комнаты я тоже не люблю вообще все комнаты с подвижными tower defense ными ловушками или что-то типа этого я не люблю из-за того что не из-за того что они плохие а из-за того что они слишком слишком для меня сложные к сожалению потому что мы на басяны так ну апгрейдик давайте наверно так иммунитетка всякой там фигни как раз которая иногда и обладают ловушке которые просто стоят неплохо пока что все неплохо на чем так блестит камень и вот этот это секретка тут нет они находятся я не могу терять столько патронов к сожалению чтобы проверить это но возможно там действительно какая-то секретка есть какой-нибудь секретный уровень какая-то секретная комната как-нибудь открывается по хитрому вполне возможно что конечно очень любопытно но мне реально жалко жалко патрона у нас очень хорошая пуха и патрон надо беречь учитывая что хрена знает где их взять эти самые патроны ой ё потрачу я одну пустышку повезло повезло с патронами что мне хватило того что у меня было очень сильно ух ё-моё вот это вот это блин комната с ковбоями мальборо одни ковбои мальборо в комнате ну реально жесткая комната так а где магазин то нам нужен магазин не знаю зачем но он нам нужен ну вернее я знаю конечно зачем то что нам патроны купить если там будут продаваться патроны а их там не будет по ходу дела вернее я до магазина не дойду с тем оружием которое у нас есть из-за того что нам не хватит как раз этих самых патронов давайте надеяться что они будут тут нет тут хп это хорошо потому что к максимальному тоже даются потому что тут хп это очень здорово сейчас нам конечно нужны были подразумы и нужны были очень сильно ну вот собственно и все ну зачищаем что-то перед боссом стартовая нашей пушкой ну я не знаю что будет если например купить сейчас вот это а вот так вот это значит хорошо не так и плохо получилось однако как я думаю можно было после босса если мы много хп потеряли бы но мне что-то захотелось именно посмотреть насколько оно насколько оно нам хп прибавит максимально в магазин мы еще после босса заглянем обязательно или заглядь какую фигню я сотворил что-то у меня с управлением потому что это ну это очень стыдно а ну это очень стыдно да все Почему я сразу не смог это купить? Непонятно, ладно. Главное, что мы это взяли. Как я убивал второго босса, ну это что-то вообще с чем-то. За гранью, мне кажется, добра и зла вообще. За гранью добра и зла. Так, третий уровень это тот уровень, на котором нельзя, нельзя ни в коем случае ошибаться, глупо. Глупо чего-то терять, нельзя. Накажут очень быстро. Накажут настолько быстро, что ты покнуть не успеешь. Поэтому играем крайне аккуратно. Крайне грамотно и четко. Меньше болтологии, больше дела. Я не отдам патроны. Слишком невыгодно это. Я скажу, что оружие херово, еще можно как-то, но... Не в этой ситуации. Это не вариант. Ну а да, как нам и мешает, так и нам и помогает. Она действует одинаково на... И на нас, и на врагов, это очень хорошо. Ну давайте рискнем. Насчет того, что просто можно было не брать вообще этот предмет. Он как проклятый, я понимаю, работает. Тут как E-T-G работает она. Можно было просто не брать и... И забить. Ну мы взяли, ладно. Как говорится, шо уж теперь поделаешь. Может и правильно взяли. А может и неправильно. Вот пустышку мы сейчас точно неправильно потратили. По такому-то можно было зайти, наверное, вот из этой. Не тратя бомбу. Хотя, может и нельзя. Ай! Меньше болтологии. Чисто из-за болтологии сейчас получил урон. Хорошее оружие. Их, что патроны выпали. Ну давайте посмотрим, что тут. Давайте. За счет эффекта сплита и проникающей в способности. Не туда прыгнул. Не туда дошел все. Все-таки оружие я поменял. Ну плюс-минус оно такое же, но... Мне кажется, немножко получше вот этот вид вооружения. Чуть-чуть. А может это лишь мое субъективное неточное мнение. Из-за неточного перевода вообще того, что я взял. До этого. Давайте все-таки так. Я просто думал. Оружие, в принципе, неплохое. Стоит ли менять? Ну давай, ай, не хочу я вот рейлган брать. Не хочу. Лазер не хочу. Ладно, давайте возьмем вот этот. Опять, возможно, это и неверно. Нет, то, что оружие из того, что выпало, нужно было брать то, что оно в любом случае лучше того, что у меня было. Наверное, да. Неверно то, что я рейлган, например, не взял. На рельсу. Наверное, рельса была бы лучше, но... Слишком долгая зарядка. Вот мне вот лично с этой долгой зарядкой не нравится оружие. Тут тоже зарядка, но она не такая долгая. И вот видите, в таких комнатах, в принципе, неплохо работает. Не знаю, может и ошибка, может и нет. Нет, по-любому патрону. Потом мы после босса восстановим. Если мы с 10 хп босса не убьем, то и... То и как бы не надо. Обязан убивать после 10 хп. С таким оружием, тем более. Ну, используй ты пустышку. У тебя же есть такая возможность, но... Уже так жадничаешь, что на пустышке. Жизнь ты так не жалеешь, блин. ПП купим в магазине. Там вроде оставалось парочку. Специально дожидалось нас. Сколько патронов нужно отдать? Не, 600, это слишком надо. 600, это слишком надо. Сотню, 200, может быть, я еще и отдал бы. Но не больше. И то это все равно, наверное, глупо и невыгодно. Ни в коем случае так не делайте. Так, ну что ж, четвертой уровень. Это же стабильность хоть какая-то, но... Но есть. Ай, бомба, нет. Показываются тебе на карте. Все секретки. Все, безусловно, офигительно круто. Теперь осталось только бомбы. На них найти, все секретки найти. Ну, давайте попробуем схакать что-то. Ну, денежу заработали хоть какую-то и готов краш. А все-таки хороший эффект, да? Все-таки мы, наверное, с оружием не ошиблись. Правильно я его взял. По крайней мере, я правильно понял, что оно дает. Благодаря этому его взял. Внимательно уже каждый предмет начинаю читать. Это там уж оружие какое-то проклятое сменится. И на проклятый лезь что-нибудь еще такое произойдет. Аккуратно стараюсь играть. Так, ну, оружие, естественно, брать не буду. А вот это я сделаю вот так. Вот так вот я сделаю. Сразу восстанавливаю жизнь и заберу бомбочку, которые нам пригодятся. Я использую просто слишком плевать. Естественно, тут только-только патроны, учитывая, что фулл хп. Но, опять же, можно было взять на будущее, как бы, да? Дополнительное там. Ну, не сейчас, не сейчас. Слишком неплохое у нас вооружение, чтобы вытерять. Поэтому патроны, патроны, еще раз патроны. Ну, не то, что патроны, да, а боекомплект, естественно. Ну, давайте так. Давайте попробуем вот так. Потрясающее оружие, на самом деле. Нет на что-либо, конечно. Наверное, наверное, не стоит. Потрясающе, естественно, берем дамаг. Патроны, конечно. Конечно, патроны. Такое оружие терять... Ни в коем случае нельзя. Сразу дизмораль просто, не знаю, на месяц. Я артходчивый достаточно, но все равно. Так, ну, стараюсь я меньше болтать, опять же. Чтобы не ошибаться как-то тупо. Так, ну, в принципе, все уже. Мы готовы к боссу, получается. На самом деле, возможно, то, что я делаю, это неправильно абсолютно. Возможно, нужно было просто рашить к боссу и комнаты этим не защищать. Ну, вот, люблю я это дело. Люблю я зачистить все комнаты вот в такого рода играх. В том же ЕТГ, да, например. Или вайзики перед боссами. Почти всегда мы это делали. Что это за чудо-юдо? А мы так. А мы еще вот так. А потом вот так. Что, будет вторая фаза? Как же без второй фазы-то? Ну, оружие слишком хорошее. Оружие у нас слишком хорошее. Даже без пустышки справились. Ну что, пятый левел, ребята. Мы пятый уровень ни разу не проходили. Шансы, как говорится... Ну, не буду говорить пока что о шансах. Но все-таки подсознательно, конечно, об этом я думаю. Патроны. Тут патроны. Ай! А вот это уже... Вот это уже, блин, обидно. Эти мигают камни. Может быть, вот так. Не знаю. Они другие потом мигают. Ладно, не буду тратить патроны на попытки, типа, нахождения, типа, секреток. Потому что не факт, что они, типа, вообще так находятся. Они, типа, тут вообще есть. А что уничтожать? Вот это, что ли? Ладно, просто уйдем отсюда, да и все. Не буду менять патроны, естественно, нет. Еще раз, нет. Мне выгодно абсолютно. Мы уже проходили, плавали. Знаем. А, ну тут, видите, еще такая система, что, например, нельзя, да, на босса прям сразу пойти, зараж... Зарашиться. Зарашиться. Нужно кому-то отвечать, потому что босс не сразу доступен. Как ни странно. Что, зассать или не зассать? Пока что это не так прям критично, но все равно. Подумывал я о том, чтобы взять ХП, но понял, что это будет абсолютно неверно. В данной ситуации, потому что ХП может быть в магазине, ну или вот хотя бы так. Не-не-не-не-не-не-не. Не-не-не, нафиг. Патрончики. ХП может быть, мг... Нет, не буду. А где магазин-то вообще? Надеюсь, будет обычный магазин с ХП. Так, апгрейды. Давайте, наверное, так. О! Деньги, которые нам... Ну, могут пригодиться, конечно, но, наверное, не так сильно. Вот еще один магазин, и вот тут мы как раз возьмем. Так, ну вот так вот, конечно, возьмем. Да все, купим, наверное, где все. Правильно, правильно. Великолепная комната. Великолепная секретная комната. Ё-моё, а как туда попасть? А, вот так вот. Ну, что ж. Аккуратненько идем дальше. Ой, ё. У меня вот эти враги, которых я до этого никогда не видел, всегда напрягают, потому что не знаешь, что от них ждать абсолютно. Ну, вот сейчас, по идее, уже, наверное, можно идти на босса. Наверное. Тверь. Ммм. Глупая потеря хп, очень, очень глупая. Невероятно глупая потеря хп. Я возьму жизнь. Наверное, неправильно, но... Я максимальный. Ой, ё. Нет. Можно, но нет. Не буду. По идее, можно было, наверное, патроны потратить, но это не буду делать. Все-таки, наверное, это все равно невыгодно в любом случае. Блина. А где же золотой ключик? Он не покупается, он выбивается. Ой, 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 блин, застрял. Хп возьму. Вот тут цикливо возьму хп, потому что патроны, ну, более-менее как-то есть. Хотя, опять, правильно, наверное, было брать все-таки... Это называется нервы. Это называются нервы. Перегорание. Ну, и так далее. Чувствую, что можно, да, впервые пройти уровень и... Немножко поплыл. Немножко поплыл. Ну, давайте, наверное, сделаем вот так. Давайте. Поменяем два сердца на три. Максимальных на три сейчас, которые будут. И пойдем, конечно, откроем дверь с золотым ключиком. Значит, по оружию я даже не хочу там ничего смотреть. У меня лучше, это точно. Ну, что ж, золотой ключик. А вот у меня и жизнь. Видите, как. Автохаммер. Финале. Посадим шот. Экстра пауэрфул. В дух он лучше, а? Не буду, не буду... Не уверен я в том, что я правильно переведу, поэтому не буду. Рисковать сейчас не буду менять оружие, которое достаточно много имеет боекомплекта еще, поэтому... Ну, это тупость с моей стороны была, мне кажется. Ладно, поехали. Все, сосредоточились. В любом будет старая фаза. Я идиот. Третья, да? Я засрал прохождение свое, спасибо. Долбак, сука, долбак, криволапый. Ну, с таким оружием. Ничего не мог сказать. Это был, скорее всего, финальный босс, а-ля дракон. А там, может быть, открылся еще какой-нибудь босс. Просто поплыл. Просто поплыл. Продолжение следует... Должен был проходить, должен. Спасибо всем, кто смотрел. С вами была Айси. Всем пока, пока.